Приветствую вас. Я думаю, что один из вот таких ключевых моментов в вашей ситуации заключается в том, чтобы вы определились, может быть, что вы конкретно чувствуете к мужчине. Ведь обратите внимание, что вы говорите, ну по факту, по факту вы говорите о том, что вы хотите построить с ним отношения. Но не совсем, я бы сказал, здесь понятно, какой вектор у этого. Именно вектор какой? То есть, куда вы направляетесь в этом взаимодействии с человеком? То есть, какое у вас желание, какие у вас потребности здесь есть? Ну вот именно в контексте взаимоотношений, в контексте взаимоотношений с мужчиной. Да? Вот. То есть, я бы сказал, что это очень важный момент. Потому что если вы не отдаете, например, себе отчетов то, что вы по отношению к мужчине чувствуете, что вы по отношению к нему ощущаете, вот, и что вы хотите по отношению, ну по отношению, собственно, к нему, вот, то у вас будет сложности. Это первое. Второе. Мне кажется, что вы, ну вот, в целом, в целом, к себе относитесь несколько, ну, несколько негативно, может быть, может быть, предвзятое, может быть, обесценивающее, так, по крайней мере, мне показалось. Вот. И, соответственно, важно, чтобы вы увидели то, как вы себя обесцениваете. Если это действительно есть, если это действительно происходит. Если это действительно имеет место быть. Вот. То есть, если вы действительно, вот, себя как-то обесцениваете. Если вы действительно к себе относитесь, вот, таким, ну, не очень хорошим, скажем так. Это важно, потому что в отношении вы, в противном случае, можете прийти, будучи нуждающимся в определенной компенсации. Вот. Вот. Вы можете прийти в отношении, а нуждаются в определенной компенсации. Вот. И, соответственно, не сможете вести себя из детства. Вот. И, соответственно, вполне возможно, вполне возможно, что именно так вы пришли в первые отношения с которыми, ну вот, где с вами расстались. И, вероятно, боитесь этого, боитесь этого теперь. Вот. Следующий момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание, это момент, связанный с тем, как вы обманутитесь и как вы выражаете свои переживания и свои чувства, которые у вас возникают при взаимодействии с мужчинами. С людьми может быть в целом, с мужчинами может быть так же в целом. Вот. То есть, тут вот нужно смотреть более конкретно, что именно и как вы чувствуете. Вот. Если вы понимаете, о чём я, ну, о чём я здесь говорю. Вот. Потому что, ну, лично мне показалось, что вы довольно зашатны. Вот. И боитесь, конечно, боитесь, конечно, вот, боитесь помочь, чтобы вот вас бросить. То есть, это вот такая, это, ну, какая-то потребность вот в том, чтобы вас оценивали, чтобы вас оценили, чтобы, ну, поддерживали. Вот. Так это выглядит, по крайней мере, по крайней мере, вот таким образом. Да, как бы. То есть, я не говорю, что это сто процентов так, но вот выглядит это, выглядит это вот таким образом. Вот. Сейчас, по крайней мере. Как вот, ну, как вот вы описываете, да, и так далее. Вот. Я думаю, что и с вашей привозностью, и с вашими страхами можно поработать. Вот. Я думаю, что можно и нужно это сделать. Если вы, конечно, хотите, если вы, конечно, готовы. Вот. Ну, к этому, к этому, если вы готовы, если вы хотите. Вот. Это можно сделать. Ну, только после этого уже смотреть в сторону, в сторону, допустим, встречи с мужчинами. Вот. Почему я говорил про ваши чувства, да, почему я про них говорю, потому что, ну, мне кажется, не случайно вы вот такой можете быть закрытым, таким закрытым человеком. Не случайно. Это может быть связано как раз с тем, что у вас есть трудности с личными границами. Вот. То есть, вы к человеку боитесь привязаться. Вот, кстати, ваши чувства могут быть как раз, ну, вот, проявлением такой привязанности. Вот. То, что вы можете чувствовать, то, что вы можете чувствовать, то, что вы можете ощущать, а, это вот как раз такая вот привязанность может быть, может возникать. Вот. Потому что и вы этого боитесь. Вот. Ну, или боитесь, или можете бояться. Вот. То есть, тут момент, момент, такой, достаточно, достаточно. Неоднозначный. Вот. Вот как-то, наверное, так, я думаю, можно вам ответить пока что, с точки зрения психологии. Вот. То есть, работа с тревожницей, сама ссылка из прошлым опытом, который у вас был. Вот. И больше уже смотреть, как бы, куда вас выведут ваши чувства. Вот. Я бы так сказал. Вот. Ну, тут могут быть разные варианты, потому что чувствовать, чувствовать могут вывести самый неожиданный, я бы сказал. Я бы сказал. Поворот. Да. То есть, ну, чувствовать. Ну, чувствовать. Самое неожиданное место. Вот. И можете вы даже сами, сами не ожидать. Вот. Можете испугаться, кстати. Это тоже. Так будет. Вот. Достаточно. Достаточно. Достаточно серьезный момент. Вот. Чтобы потом, просто вот, ну, не было каких-то таких вот неожиданностей. Вот. Хотя, скорее всего, какие-то неожиданности, вероятно, все-таки, все-таки будут. Тут этого, наверное, не получится. Прямо так вот. Уйти. На этом все, пожалуй, пока что. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Вот. Я не думаю, что вам нужно пробиться с вывелами. Вот. Не думаю, что вам нужно спешить с решением. В таких моментах, в таких аспектах лучше, ну, лучше подождать. Ну, вот. Лучше. Понаблюдать за собой. Понаблюдать за, 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 человеком. Вот. Ну, другим человеком. Понаблюдать немножко. Ну, вот. И дальше, дальше уже решить, в каком направлении. Вы хотели бы двигаться. Вот. Чтобы, ну, не ошибиться. Как-то, вот. Чтобы, чтобы себя как-то вот не предать себя. Чтобы себя не предать. Вот. Вот. Тоже такой. На мой взгляд. На мой взгляд важный момент. Вот. И, да, и, соответственно, вы ставите отношения несколько, несколько более, ну, более корректно, что ли. Вот. Я бы так, я бы так сказал. Вот. Опираясь именно на, ну, на ваш, на ваш текст, на ваш вопрос, который вы задаете. Вот. Вот, наверное, ну, пожалуй, как-то, 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 как-то вот так. Я думаю, да. Вот. Не торопитесь, вот, не спешите. Я бы, я рекомендовал бы вам несколько консультаций взять у психолога, да. Вот. Чтобы, ну, иметь несколько полное, более полное представление. Вот. О, ну, о себе, да. О том, как вам себя вести и так далее. Вот. Вот. И дальше уже, я думаю, примете ровно такое решение, которое вам нужно будет принять. Вот. Удачи вам. Успехов, уверенности. Вот. Обращайтесь за помощью, не оставайтесь одна. Вот. Не оставайтесь одна. Потому что, ну, как бы, одно и сложно будет. Вот. Сложно, нелегко. Вот. Не оставайтесь одна. Вот. Так, мы с радостью, с радостью вам поможем. Так. Удачи! Удачи! Всего вам самого доброго! Удачи!